Казахстанская Швейцария 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 Уверен, что их мудрые рекомендации Помогут мне принять правильное решение На 71 вакансию по Алматинской области Было зарегистрировано 235 кандидатов Таким образом, конкуренция сложилась довольно серьезная Это и есть большой шаг к демократизации общества В числе победителей две женщины Они в составе трех других новоизбранных Акимов Присутствовали на встрече с главой области лично Остальные онлайн Мне искренне приятно поздравить вас с вступлением в должности Причем именно вас впервые выбрал сам народ Это большая ответственность Вам предстоит изучить основные проблемы Которые имеют место в тех регионах Где вам предстоит жить и работать Чтобы совместно мы могли найти оптимальные пути их решения Я поддержу все ваши инициативы Если они принесут максимум пользы для населения К примеру, в Бескайнарском сельском округе Толгарского района В первую очередь предстоит решить вопрос Обеспечения населения чистой питьевой водой В целом вопросов немало Но я открыт к совместной работе К креативным идеям Новым, полезным и перспективным проектам Таким образом избранные Акимы Составили 53% всех руководителей Сельских исполнительных органов Амандык Баталов изучил биографию Личное дело, опыт работы каждого Отметил, что новый кадровый состав Вызывает уважение и доверие Успешная их работа на этом поприще Даст возможность в будущем Избираться Акимами районов и городов Областного значения Работать Акимом сельского округа Для меня не впервой Я был Акимом Кайнарского округа В Раймбекском районе Однако в Толгарском районе Предстоит решать совсем другие задачи Но я изучил их в ходе предвыборной кампании Поэтому готов взяться за их решение И хотя я родом не из этого региона Народ оказал мне доверие За меня отдали голоса 71,9% избирателей И это для меня высокая оценка И высокая ответственность Которую я постараюсь всеми силами оправдать Амадык Баталова по результатам голосования Населения на интернет-ресурсах Неоднократно признавали лучшим Креативным, думающим, продуктивным Акимом Эти качества стали двигателем Множества масштабных инвестиционных проектов К примеру, 9 из 16 транснациональных компаний Открыли свои предприятия именно в Алматинской области И таких примеров уже сотни Только за истекшие полгода Индикатор экономического роста Алматинской области Составил почти 9,5% И он самый высокий в республике Выше, чем в Нур-Султане Выше, чем в Алмате Выше, чем в промышленных зонах Карагандинской, Павлодарской И где нефть добывает Мы огромны Впрочем, сам глава области считает, что таким должен быть каждый Аким Ведь при необходимости правительство поддерживает регионы и дополнительным финансированием Нужно только доказать целесообразность и необходимость для населения того или иного проекта Мне удалось защитить финансирование ясыкского водовода Его финансирование из национального фонда было приостановлено Также будет финансирование строительства поликлиник в селах Нарнкол, Сарозек, Узенагаш и в городе Ушарал Они будут переходящими на следующий год В этом числе есть и школы Поскольку трехсменное обучение в некоторых районах все еще имеет место Общая сумма дополнительного финансирования составит 19 миллиардов тенге Как озвучил глава государства, Казахстан поэтапно перейдет к выборности Акимов всех уровней К 2022 году народ изберет треть сельских Акимов и Акимов городов районного уровня по стране И начало этой практики уже положено На местах же задача Акимов притворять жизнь поручения главы государства И быть ближе к народу, служить народу Резюмировал встречу Акимобласти Назгуль Бошанов, Зал Нусипов, телеканал ЖТСУ Расширяя границы, производители масла и риса Алматинской области Начнут прямые поставки товаров в Южную столицу Продукция будет доступна по привлекательной цене для жителей мегаполиса и агломерации Об этом было подписано соглашение между Акиматом Алматы и национальной компанией СПК ЖТСУ В рамках встречи были обсуждены сроки и объемы продовольственных поставок Дистрибьюция при этом будет реализована в крупных торговых сетях Таких как супермаркеты Магнум и другие Напомним, ранее была достигнута договоренность о прямых поставках молочной продукции Сахара, яиц и других социально значимых наименований А поскольку сельскохозяйственный и экономический потенциал Алматинской области Имеет большую рыночную привлекательность На стадии планирования и вопрос поставки свежего мяса По поручению Акима города Алматы у нас продолжается работа по обеспечению продовольственной безопасности города Алматы Наша поездка уже в город Талдукурган и Алматинскую область за последние два месяца это уже второй раз И сейчас мы сегодня как раз таки заключили уже по тем видам позиции Которая занимает самую наибольшую долю социально значимых продуктов питания Это как раз таки масло подсолнечное, говядина А у нас все следующие поездки будут Умный город в скором будущем Текили станет туристическим хабом с внедрением технологии Smart City Даже в условиях пандемии в этом году моногород уже посетило свыше полутора тысяч путешественников О том, какие новые объекты инфраструктуры туризма совсем скоро появятся в Текили Узнавала наша съемочная группа Высокие горы, бурные реки и чистый воздух Все это просто не может оставить равнодушным туристов, которые с года в год с удовольствием вновь приезжают в Текили Причем собираются здесь путешественники со всех уголков Казахстана Мы приехали с восточного Казахстана Впервые в городе Текили все очень нравится, замечательно отдыхаем Такая красивая и удивительная природа, чистый воздух и столько впечатлений Сегодня в городе Текили действует 11 объектов инфраструктуры туризма Это гостиницы, гостевые дома, санаторий-профилакторий Текили, база отдыха Бастау А также центр детско-юношеского туризма и краеведения И хотя в связи с пандемией работают они не в полную мощь Однако посещаемость туристами в этом году все-таки значительно превышает прошлогодний период За первое полугодие 2021 года именно услугами туризма воспользовалось 1792 человека Оказано услуг туристическими организациями 65,3 миллиона тенге Развивается и экотуризм, и спортивный, у нас и вело, и мото, квадроциклы, особенно в зимнее время Еще надо отметить о том, что молодцы у нас предприниматели, они видят, какой живописный край И тем не менее, они еще открывают свои объекты новые Предприниматели же, в свою очередь, стараются создавать для туристов лучшие условия К примеру, есть в городе гостиничные комплексы международного класса В годы до пандемии около 40% посетителей приезжало сюда из Европы И сегодня здесь останавливаются многие известные спортсмены Казахстана На всех объектах туризма соблюдаются все санитарные нормы и карантинные предписания При этом условия отдыха высоко оценивают не только местные, но и заграничные путешественники Мы лидеры Ашик, все посетители нашего комплекса прошли через Ашик И, соответственно, здесь такая хорошая обстановка, очень хорошая программа Нам позволяет пересчитывать клиентов, мониторить, смотреть, как это все работает Нам это все очень нравится Персонал весь вакцинирован Соблюдаем практически все нормальные требования, то есть по заполняемости и так далее То есть у нас такой островок, в принципе, здоровья, скажем прямо Мы сами из Западной Сибири В Текеле это, наверное, самая лучшая альтернатива для отдыха Здесь очень все хорошо устроено Здесь можно прийти и покупаться, и позагорать И с детьми, и с родственниками, и с друзьями Сюда стоит ехать Вопросу развития туризма руководством города и области уделяется огромное внимание К примеру, в этом году Центру детского туризма и краеведения было выделено 28,5 миллионов тенге На приобретение автобуса, квадроцикла и лыж Помимо этого, в ближайшее время в Боногороде будет реализовано 4 новых проекта Это будет входная группа, один из проектов Там будут специально стоять интерактивные доски По которым можно будет забронировать гостиницы, параплан Там, если зимой приехали, лыжи Потом, если велотур какой-нибудь, пеший тур Все будет организовываться оттуда И потом один из проектов у нас в горах, где второй кордон Мы предусматриваем тоже благоустройство И там организовать именно ассоциации велосипедного спорта Парашютный спорт, мото-клуб, лыжный спорт Потом квадро-мото-кросс в этой поездке И потом на вот этих джипах, таких моментов тоже предусматриваем там В планах также провести благоустройство родника на реке Кара И строительство сквера на одной из самых протяженных улиц мира Улиц имени Кунаева По мнению руководства города, такая работа позволит ускорить развитие отрасли туризма Что в свою очередь, несомненно, внесет весомый вклад в экономику региона Надежда Белова, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ Не сбиться с пути истинного Республиканская группа экспертов в сфере религий прибыла в Алматинскую область Цель визита – защита граждан от влияния деструктивных религиозных организаций Запрещенных международным сообществом Как говорится, предупрежден – значит вооружен А потому главный метод борьбы – осведомленность Как показывает статистика, многие оказываются под влиянием запрещенных течений по незнанию Вербовщики искажают истинные ценности религии в свою пользу И внушают их людям, чтобы позднее извлечь из этого выгоду На прошедшем семинаре спикеры помогли участникам повысить свою религиозную грамотность Поскольку именно это поможет противостоять влиянию опытных психологов Занимающихся вербовкой в деструктивной организации На данный момент аналогичная работа проведена в городе Капшагай, Ескельдинском, Ильийском и Карасайском районах Комитетом по делам религии при Министерстве информации и общественного развития Была создана специальная группа В её состав входят эксперты в области религии Задачей этой группы является предотвращение вступления наших граждан в деструктивные организации В этих целях активно ведётся информационно-разъяснительная работа На специальных семинарах мы повышаем религиозную грамотность населения Поскольку мусульманин, прочно знающий исламские каноны, сможет не поддаться давлению вербовщиков Все посевы сберегли В Алматинской области обработали 105 тысяч гектаров земли Которые находятся под угрозой нашествия стадной саранчи Служба дезинфекции подготовилась основательно Для борьбы с вредителями из бюджета выделили порядка 154 миллионов тенге Большинство очагов распространения обнаружены в Балхашском, Алакольском, Сарканском районах На территории нашей области опустошают сельскохозяйственные посевы сразу два вида вредителей Азиатская и итальянская саранча Для них нет никаких границ Поэтому и борьба с прожорливыми насекомыми производится в колоссальных масштабах Для них борьбы с саранчевыми на территории Алматинской области По нестадным саранчевым работа проводится из средств местного бюджета Из них порядка 20 тысяч гектаров были проведены работы легкой авиации И свыше 22,5 тысяч гектаров были проведены наземной техникой Чтобы понять размер угрозы, достаточно представить возможные масштабы распространения саранчи По данным учёных, их стаи могут достигать численности 10 миллиардов особей За день стая, уничтожая всё на своём пути и попутно размножаясь, способна преодолеть до 200 километров Одна особь саранчи в день съедает столько, сколько весит сама Действительно, сельскохозяйственные угодья нашей области могли потерпеть большие потери урожая из-за нашествия саранчи Но благодаря своевременному предотвращению угрозы вредителей На сегодняшний день ситуация с насекомыми в нашей области стабильна Отметим, что для борьбы с саранчей было использовано более 11 тысяч с половиной литров биопестицидов Они на 20% состоят из биодобавок Благодаря этому препарат не вреден ни для людей, ни для полезных насекомых Стоит отметить, что дезинфекция направлена не только на защиту зелёных насаждений от вредных организмов Обработка призвана предотвратить дальнейшую миграцию саранчёвых В области начался второй укос люцерны И, надо сказать, местами травостой плотный, сенокос продуктивный А местами и косить-то нечего Такая ситуация имеет место в Яскельдинском, Коксусском, Кербулакском районах Аграрии сетуют на засушливое лето и недостаток воды В Каратальском районе ситуация вполне благополучная Высота и плотность роста кормовых культур позволяют не только создать подушку безопасности на зиму Но и поддержать несколько соседних районов Из-за засухи Коксусский, Яскельдинский и Кербулакский районы В этом году не смогли собрать нужное количество кормов Однако каратальские животноводы не оставили товарищей в беде И уже отправили крупную партию люцерны, овса и других культур К слову, на этом помощь соотечественникам не заканчивается В следующем месяце еще 200 тонн будут отправлены в Западный Казахстан Где в этом году ситуация с кормами была просто плачевная В этом году у нас объем люцерны увеличен на 200 гектаров Теперь проблем с кормами не будет Поскольку мы собрали штаб по вопросам летнего урожая при руководстве районного Акима 20 человек являются членами комиссии Сейчас штаб активно ведет работу и подписывает меморандумы с фермерами всех регионов Большинство из них уже дали согласие на взаимопомощь Теперь о ситуации в мире Польша предложила убежище и визу для въезда в страну белорусской легкоатлетки Кристине Тимановской Которая отказалась вернуться на родину и обратилась к МОК за помощью Спортсменка уже прибыла в польское посольство в Токио Она, как заявила официальная Варшава, при желании может проложить свою спортивную карьеру в принимающей стране Ранее член Олимпийской сборной Беларуси Кристина Тимановская, заявленная на соревнования в беге на дистанцию 200 метров Сообщила, что ее насильно вывозят из Японии До того 24-летняя бегунья раскритиковала решение тренеров о ее включении в эстафету 4 по 400 метров Которой она не готовилась Активисты из Белорусского фонда спортивной солидарности подтвердили, что на родине Тимановской действительно грозит опасность В столкновение с полицией переросла демонстрация протеста в Берлине Задержаны не менее 600 человек Несмотря на запрет проводить собрание, около тысячи жителей немецкой столицы прошли маршем по центру города Поражая свое возмущение одобренными правительством мерами по борьбе с коронавирусом штамма Дельта В мае Германия ослабила многие карантинные ограничения Тем не менее, для того, чтобы пообедать во внутренних помещениях ресторанов или разместиться в отеле Требуются доказательства о том, что человек либо получил обе дозы вакцины от COVID-19 Либо прошел тест на коронавирус и результаты оказались отрицательными В ряде регионов ФРГ не дали разрешения на проведение акций Но протестующие в Берлине запрету не подчинились В июле майнеры заработали на биткоинах почти миллиард долларов Это больше, чем в июне Тогда выручка равнялась 839 миллионам Об этом сообщает портал The Block Однако рекордный показатель был зафиксирован в марте Более полутора миллиарда долларов Доходы от майнинга сократились вследствие действий Китая Который начал наступательную политику на криптовалюты Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны Перестать проводить операции с криптовалютой Еще один казахстанский боксер гарантировал себе медаль на Олимпийских играх в Токио Им стал Сакенби Бусынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов В 1-4 финала он одолел соперника из Испании Тем самым пройдя дальше по турнирной сетке Выход в полуфинал как минимум гарантировал Сакену Бибусынову бронзовую медаль Напомним, ранее в 1-2 пробился знаменосец сборной Камышпек Конкабаев Который одолел российского боксера Ивана Верясова Это были все новости к этому часу А у меня на этом все До свидания Редактор субтитров А.Семкин